С проблемами столкнулись предприниматели различных сфер, но больше всего коронавирус ударил по организациям, которые оказывают услуги. На уровне федерации уже озвучили возможные пути поддержки малого и среднего предпринимательства. Это налоговые меры, срочки по платежам, компенсации по банковским продуктам. У нас есть определенные механизмы в нашем регионе, и я думаю, они все будут применяться. Но пока законодательно утвержденного документа, утвержденного подписанного постановления правительства пока нет. Мы все в ожидании. И, соответственно, если мы говорим про Саров, то наша администрация тоже ждет. Мы ждем прямых указаний от области нашего региона. И сразу же все меры, которые будут указаны, будут применяться в Сарове. Многие предприниматели по рекомендации властей закрыли свои заведения, другие просто ограничили поток клиентов. Для малого бизнеса работа в таких форс-мажорных обстоятельствах становится просто невозможной. Клиентов нет, а платить за наим помещение нужно. Для того, чтобы не поставить свою компанию на грани банкротства, специалисты рекомендуют в письменной форме уведомить арендодателя о возникших трудностях. Вполне вероятно, в дальнейшем будет достаточно много судебных разбирательств по факту показания форс-мажора, по факту установления обстоятельств, препятствующих ведению деятельности и выполнению договора. Эти письма в любом случае можно будет использовать при доказании своей позиции. 23 марта полномочия по подтверждению форс-мажорных обстоятельств получила Торгово-промышленная палата Нижегородской области. В Центре поддержки предпринимательства помогут подготовить пакет документов, доказывающих наличие неотвратимых обстоятельств, при которых бизнесмен не может выполнить условия договора. Доказывать факт наступления форс-мажорных обстоятельств при взаимодействии двух контрагентов, двух юридических лиц, причем не только предприниматель с предпринимателем, который друг другу услуги оказывает, это предприниматель-арендодатель, это предприниматель-банк. По всем этим договорам можно есть возможность подтвердить форс-мажорные обстоятельства. На следующей неделе сотрудники Центра поддержки предпринимательства будут проводить консультации дистанционно через соцсети, электронную почту и сотовые телефоны. При получении официальной информации из правительства региона или администрации по мерам поддержки малого бизнеса в условиях пандемии, специалисты делают рассылку на адреса электронной почты предпринимателей. Полностью интервью с заместителем директора Центра поддержки предпринимательства смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24.